Друзья, всем привет! Вы на канале Переехать в Болгарию. С вами Светлана Енчева. Сегодня мы с вами прогуляемся по кварталу Изгрев. Это один из жилых районов Бургаса. Над ним и над Словейковым самолеты летают постоянно. Они заходят на посадку в Сарафово. Я хотела бы рассказать сегодня про квартал Изгрев. Что здесь хорошего? Вот здесь конечная остановка. Через дорогу, кто видит, там очень много больших супермаркетов. Хауфланд, Лидл, Бургас, Плаза, Моу. Дальше есть метро Кэшн Кэри. В общем-то, квартал приспособлен полностью для жизни. Большой парк находится в этом же квартале. Магазины, детские сады и все остальное. Все, что нужно для жизни, вся инфраструктура, она здесь есть. Больницы, поликлиники, медицинские лаборатории. Все здесь. Кафе, рестораны. В общем-то, район для жизни пригоден, приспособлен. Чуть позже постараюсь вам это все показать. И вот, друзья, хочу показать вам розы у обычного подъезда в жилом квартале Изгрев. Посмотрите, какая красота. Они укиноглазки. По-моему, по-болгарски этот цветок называется калушка. Они укиноглазки. Вот такие вот. То есть кто-то эти розы высаживает, смотрит за ними. Вот такая красота здесь. Вот так, друзья, выглядят жилые дома в квартале Изгрев. Большинство из них прошли реновацию. Со стоянками здесь проблем нет. Здесь очень много всяких разных парковочных площадок. Сейчас вот дойдем, покажу. Это вот так выглядит реновированный дом. Фасады здесь ремонтируются не за счет жильцов, а за счет как раз всевозможных программ Евросоюза. Вот большая парковка, к примеру. Там дальше площадка детская. Мест для строительства здесь практически уже нет. То есть это достаточно старый район Бургаса, Изгрев. Поэтому, кстати, здесь есть еще дома с центральным отоплением. Вот. И посмотрите, какие розочки. Красивые. Вот. Несколько домов есть с центральным отоплением. Вот. Буду дальше показывать вам. Вот. Хотела вам показать еще реновированные дома. Тут 16-ти этажки обычно. И хотела показать, что с парковками здесь, в отличие от центра, проблем нет никаких. То есть вот все, что вы видите, это бесплатные паркинги. В Изгреве, конечно, нет синей зоны. Да. Вот. Мусорка выглядит здесь вот так вот. Кстати, мусор мы не сортируем. И за вывоз мусора не платим ни копейки. Я ни разу за... Ну, пока сколько здесь живу, ни разу не видела счетов за вывоз мусора. А почему? Потому что мусор здесь вывозится муниципалитетом. Есть специальная служба, которую финансирует городская казна. Вот. То есть здесь это все бесплатно. Кроме того, в Изгреве очень много всевозможных различных спортивных площадок. Вот, например, одна из них, да, где можно играть в мини-футбол, в волейбол. То есть она огорожена, вечером освещается. Народ может выходить и спокойно себе заниматься любыми видами спорта. А вот это вот, друзья, парк района Изгрев. Вот над этими домами летает как раз самолет, самолетная трасса. Вот. Парк красивый, парк хороший. В каждом районе Бургаса есть свой парк. Вот показываю еще один паркинг. Вот, как видите, машины стоят везде. Нигде нет никаких парковок. Это, видимо, охранник паркинга. Испугался. Так что вот, если идти прямо по этой улице, впереди будет большой парк. Парк района Изгрев. Бургас славится тем, что это, наверное, самый зеленый город Болгарии. В каждом районе есть парк. Вот, кстати, снимаю видео, как над Изгревом летит самолет. Посмотрите. Если видите его. Здесь он заходит на посадку. На посадку идет на Сарафово. Мне вообще нравятся летящие самолеты. И их гул меня не смущает. Но это вот, это жилой район. И вот над ним летит так самолет. Вот так у нас тут. А вот так выглядят фасады домов, которые еще не реновированы. То есть до этих домов программа Евросоюза еще не добралась. И вот, посмотрите, такой дом реновированный, да? Смотрите, как отличается. В общем, друзья, если у вас есть какие-то еще вопросы по району Изгрев, то, пожалуйста, пишите мне на почту. Почта, как всегда, внизу под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!